Украинские СМИ продолжают фантазировать на тему участия российской армии в конфликте на Юго-Востоке. В интернете то и дело появляются списки наших соотечественников, якобы погибших на Украине. Сегодня вот рядовой житель Пскова, Александр Кузнецов, нашел там свои данные. Наш корреспондент Анна Левадни сейчас работает в Пскове. Анна, ждем подробностей. Вам удалось встретиться с Александром? Анна Левадни сейчас работает в Пскове. Она у него закончилась в конце прошлого года. Служил связистом в Ленинградской области. Оттуда в социальных сетях остались фотографии. Собственно, этим и воспользовались. Предлагаю послушать. Сегодня с утра совершенно случайно обнаружил там, собственно, свою анкету. Кузнецов Александр, моя фотография, а все остальные данные это все вранье. То есть там войсковая часть и сказано, что я убит. Хотя на самом деле вот я перед вами стою живой. Кончил срочную службу в 2013-м и все. С армией больше дела не имею. Официально звучит так, что это создан сайт. Ну, собственно, коллеги, вы все слышали сами. Единственное, что могу добавить, это рассказать немножечко о самом сайте, где, собственно, Александр свою фамилию и нашел. Сайт создан якобы для поиска россиян. Это солдаты, срочники, наемники, как там пишут, которые участвуют в вооруженном конфликте на Украине. Так вот, специалисты уже говорят о том, что сайт создан, собственно, на Украине. Там около 200 фамилий. Среди них был и Александр. Сегодня его фамилии уже там нет. Ее спешно удалили после того, как стало известно, правда. Так вот, около 200 человек. У всех есть фотографии и краткая биография. Откуда и, собственно, как погиб или как задержали. Есть даже такие формулировки. Замечен на территории Украины. Не очень понятно, когда замечен, кем замечен, но, тем не менее, вот так. Уже есть данные о том, что многие россияне нашли себя на этом портале и, по крайней мере, в социальных сетях опровергают свое участие в вооруженном конфликте на Украине. Многие даже, собственно, и службу в вооруженных силах. Вот такая пока информация, коллеги. Спасибо, Анна Ливадне. А жители Пскова, чье имя украинские СМИ внесли в список погибших.